Уважаемые коллеги, Центральная Азия — это по-настоящему уникальный регион, расположенный на стыке цивилизаций России, Китая и мусульманского мира. Сегодня, в период формирования нового многополярного миропорядка, потенциал Центральной Азии как пространства международного сотрудничества очевидным образом возрастает. Страны Центрально-Азиатского региона наращивают взаимодействие с Россией в двустороннем формате, участвуют в многосторонних форматах СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ОДКБ. Большинство стран Центральной Азии справедливо относят к числу своих приоритетов развития национальных систем высшего образования, воспроизводства научных и профессиональных кадров для обеспечения подребностей своих экономик. В этой связи все более актуальным становится наше научно-образовательное сотрудничество, прочные основы которого были заложены еще в советский период. В странах Центральной Азии сегодня открыты филиалы многих российских вузов. Отмечу при этом, что более 40% от общего количества филиалов российских вузов за рубежом расположены в Узбекистане. В филиалах обучается порядка 14,5 тысяч студентов, при этом, как по всей России, учатся более 200 тысяч студентов из Центральной Азии. Активно развиваются сетевые университеты и ассоциации вузов, внедряющие совместные программы подготовки кадров для национальных экономик. Упомяну в этой связи сетевые университеты ШОС и АЭС, Ассоциацию азиатских университетов, Российско-Кыргызские консорции умно-технических университетов. Душанбе успешно работает Российско-Таджикский славянский университет, а в горне Бишкеке – киргизско-российский славянский университет имени Ельцина, который через месяц отметит 30-летие с момента своего основания. Прорабатывается нами инициатива туркменской стороны по созданию Российско-Туркменского университета в Ашхабане. Хотел бы отметить важность работы по продвижению совместных инновационных проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Сотрудничество по перспективным направлениям осуществляется посредством совместного выполнения научно-исследовательских работ, разработки и внедрения научно-технической продукции, участия в российских и международных программах и проектах. Развитие международного молодежного сотрудничества со странами Центральной Азии входит в число приоритетных направлений деятельности Российской Федерации. Активно прорабатывается вопрос развития международного трека программы молодежного и студенческого туризма, предполагающего краткосрочные ознакомительные туры для студентов Российской Федерации и иностранных граждан на территориях стран-участниц программы. Реализация проекта планируется с партнерскими образовательными организациями, в том числе и стран Центральной Азии. Уважаемые коллеги, я убежден, что форум станет признанной международной площадкой для всестороннего изучения проблем устойчивости и безопасности региона, будет способствовать консолидации ведущих экспертов и исследователей, разработке новых интеграционных проектов, укреплению мира и добрососедских отношений между нашими странами. Я благодарю организаторов, благодарю университет, благодарю Владимира Анатольевича Шаманова. Желаю всем участникам форума успешной работы. Спасибо.